Мир вам, дорогие братья и сестры! И мне хочется также сказать слава Господу нашему за то, что мы на этом месте. И находясь первый раз в вашей церкви, я благодарен Богу, что имеем эту возможность предстать перед Господом Богом и вместе с вами прославить Его Святое Имя. Я уже думаю, что сегодня мы слышали очень важное, что Господь хотел сказать нам. И брат передо мной, он говорил, читал такое место, когда псалмопевец Давид, он сказал такие слова о том муже, который блажен. Он сказал, что о законе его размышляет он день и ночь. И почему нужно размышлять нам о законе Господнем день и ночь? Ну, кажется, получившись спасение по благодати Божией, мы уже имеем то, что нужно. То есть мы уже, может быть, достигли того, что Господь хотел и ради чего Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир. Ну вот об этом я немножко хотел бы сегодня и поговорить. И вот именно моя проповедь, она имеет такую тему, как Христос сказал, подвязайтесь. Вот, как нам нужно подвязаться или что нужно делать и почему это нужно делать. И в основу своей проповеди, своего размышления я прочитаю место от Луки, 13 глава Луки, 23 и 24 стих. «Некто сказал ему, то есть Иисусу, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Мы здесь смотрим, что из этого места, что один человек задал Иисусу Христу один глубокий вопрос. И он говорит, «Господи, неужели мало спасающихся?» Здесь не сказано именно, почему этот вопрос был задан. Может быть, этот человек, он просто был любопытным, как сказать, или, может быть, он хотел найти себе какое-то оправдание, вот почему он не искал спасения. Он почему-то пришел к такому решению, что мало спасающихся. Ну, то есть, мы ничего не знаем о его мотивах, о мотивах этого человека. Но нам очень ясно, что из этого вопроса последовал, как бы, следующий ответ. Вот здесь Иисус, как бы, берет и не отвечает ему на этот вопрос, почему мало спасающихся? Но он что делает? Он направляет, Иисус Христос направляет их ум, как бы, на ихнюю обязанность, что нужно делать. И вот он восклицает и говорит, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата». Много будет спасенных или мало, но вот для вас это направление одно, как бы вы выбрали себе цель, и ваша цель ясна. Подвязайтесь, то есть, стремитесь войти. Вот сегодня день спасения, сегодня подходящее время, потому что наступит день, когда многие захотят войти, но они не смогут войти. Придите вот именно сейчас. И я думаю, что очень важный урок Иисус Христос преподает нам в своих словах, вот этой истиной, в этой истине, что очень сильная, или, как бы сказать, ответственность, мы сами, как бы, отвечаем, или мы сами должны что-то делать, чтобы остаться у Господа. Я не говорю сейчас о том, чтобы спастись, потому что Христос, вернее, Бог через Сына Своего Иисуса Христа нас спас, когда мы пришли к Нему. И вот эти слова, которые Он сказал, они указывают на огромную опасность откладывания. То есть, что если мы начнем откладывать, то мы можем опоздать, мы можем не успеть войти к Иисусу Христу. И почему это так сказал Иисус Христос? Я думаю, потому что, может быть, и отвечая этому человеку, Он хотел показать, что многие откладывают, и вот в этом является проблема. То есть, не в том проблема, что мало людей спасается, что что-то не сделано для того, чтобы люди спасались. Но именно Он говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут. Я хотел бы, конечно, чтобы мы все знали путь спасения, и то есть, практически повиновались заповедям Господним. И тогда мы будем спасены Господом нашим Иисусом Христом в великий день Его Второго Пришествия. Но вот, что именно, может быть, эти слова здесь немного сказано. Но они как бы раскладывают нам всю нашу жизнь, может, в этих словах можно увидеть. И как мы можем дойти в это царство к Иисусу Христу? И Иисус Христос это называет тесными вратами. Это, то есть, врата, которые ведут к прощению, которые ведут к миру с Богом, которые ведут к небесам. Вот именно никогда не было в жизни человека или в жизни человечества вот этих врат, таких необходимых, больше необходимых или нужных, чем вот эти врата, о которых говорит Иисус Христос здесь. И смотрите, что получается, что грех в жизни человека, вообще в жизни человечества, это вот такая огромная гора, которая стоит между Богом и человеком. И Господь как бы на второй стороне, Он получается, и мы Его видим, не то что видим, Он такой есть. Он есть просто чистый Господь, святой, без всякого пятнышка, может быть, темноты или какого-то греха. А с другой стороны находимся мы люди, мы наша личность, которая, мы просто не можем, не можем ничего доброго сами по себе сделать. Мы просто грешники, которые заблудились в свое время, и мы ничего не можем по своей натуре хорошего принести для Бога. И вот как можно свести вот такого человека и святого Бога, свести вместе. И вот Христос здесь говорит, что есть тесные врата, через которые вы можете прийти. И эти врата для грешников и для всех нас открыл сам Иисус Христос. Слава Господу! Он взял на себя эту обязанность, и Он сделался вот этими вратами между нами и Богом. Он пришел в этот мир, чтобы через свою смерть на Голгофе доказать к нам эту любовь. И сегодня вот перед началом служения мы на молитве немножко затронули эту тему любви Господней. Насколько она просто необъяснима, насколько она велика, и мы ее не можем постичь. Господь знает, может, кого-то, что через какое-то время ты можешь отойти от Него. Но Господь все равно тебя любит именно так же, как того, кто живет праведной жизнью, или того, кто блуждает в мире. И вот именно Христос пришел на Голгофский крест, чтобы воздвигнуть эти врата ценой своей крови. Он стал именно этой дверью, через которую грешник может найти, войти к Богу и быть, находиться в присутствии Божьем. И может войти к Нему без всякого страха, без всякого такого трепета, не боясь, что какие-то грехи в его жизни, они не были омыты. Христос пришел, чтобы омыть всякий грех, и чтобы мы обрели мир и жизнь в нем. И Он к нас, к себе призывает. И Он говорит, я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. Он говорит, что я есть путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вот имя – это тесные врата, и они названы тесными не без причины. Почему они называются, может быть, тесными? Потому что что-то в жизни мы должны чем-то пожертвовать. И эти врата, они являются узкими вратами. И они узкие для тех, всех, кто любит грех, и кто, может быть, решил не расставаться с этим грехом. Они узкие для тех, которые привязались к этому миру и ищут удовольствия и каких-то наград в этом мире. Они узкие для тех, кто не любит трудностей в жизни и, может быть, не прилагает усилий ради спасения своей души или не жертвует чем-то в жизни ради своей души. Они узкие для тех, кто, может быть, является самоправедным и считает себя хорошим человеком, заслуживающим спасения. Но вот именно Христос здесь показывает, что эти врата тесные, и ты просто должен довериться Господу Богу и Иисусу Христу. И вот для таких, может быть, людей, я не хочу сказать, что сегодня мы являемся такими, но просто сегодня Слово Господне говорит, чтобы мы всегда проверяли себя. То есть Христос показывает, что вот эти врата, они узкие и тесные, и Бог не пропустит их, кто хочет просто в них протиснуться. Эти врата, они раскрыты для всех, но вот нужно, чтобы туда войти, нужно что-то сделать. Не то Господь не пропустит туда людей не из-за того, что, может быть, их грехи очень многочисленные или какие-то большие. Нет, Он туда не пропустит их, потому что они просто не хотят сами войти через эти врата. Если мы посмотрим вообще вот в истории церкви, от начала нашей эры, со времени Иисуса Христа, многие люди, многие церкви, они старались как бы подстроить эти врата под себя, сделать им такие удобными, чтобы самому войти туда. Но это единственные врата, которые не поддаются расширению. Их нельзя расширить, их нельзя перестроить на свою сторону. Они находятся как бы в одном месте. И вот эта дверь, эти врата, они раскрыты для нас. Самые лучшие дела человека и самые наши благие намерения, они просто нас не спасут, потому что мы должны приходить к Богу таковые, как есть. И вот именно одно условие принятия, что мы действительно осознаем наши грехи, осознаем, что такие, как мы есть, мы получаем прощение в Иисусе Христе. Но тот, который приготовил их, он говорит такие слова, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Слава Господу Богу! Здесь не стоит вопрос, большой ты грешник или маленький, живешь ли ты праведной жизнью или нет. Но здесь просто слово, что осознаешь ли ты свои грехи, и ты чувствуешь или видишь себя труждающимся и обремененным. И хочешь ли ты отдать свою жизнь, свою душу в руку Иисуса Христа? Если да, то тогда ты имеешь ключ к этим вратам, и ты входишь, эти врата открываются для тебя. И многие миллионы людей, они вот сделали этот шаг, они доверились Иисусу Христу. Например, даже как апостол Павел, когда он шел, он гнал Иисуса Христа, он гнал Церковь Божию, но он вошел через эти врата. Многие из тех, которые распинали Иисуса Христа, которые гнали и пытали христиан, пришло время, и они тоже вошли туда. И богатые, и бедные, и может быть знатные, и такие простые рабочие люди, они, осознавши свою нищету, они вошли через эти врата. И вот когда я посмотрел это слово, на это слово подвязайтесь, что именно оно значит? Ну, вроде бы оно и понятно, но я так хотел посмотреть, думаю, ну как это словарь, это все-таки такое, уже старое слово, мы его не используем каждый день в нашем разговоре. Я посмотрел в словаре, и здесь вот было так отмечено, как бы два пункта. Первое, это что подвязаться, это осуществлять какую-то деятельность, работать или действовать в какой-нибудь области. А второе, что интересно, это и так написано в словаре, что имеет религиозное значение, как бы совершить какой-то подвиг в чем-то. А второе, что часто в ежедневном борении, как бы это делать. То есть, это слово говорит, что да, то, что ты совершаешь, то, что ты будешь делать, это будет подвиг с твоей стороны. Может быть подвиг в глазах мира этого, но вот через это отречение от себя, когда ты приходишь к Богу, ты как бы делаешь это подвиг. Но идет как бы, что в ежедневном борении, то есть постоянно это нужно делать. Это не один раз подвязался, я это сделал или вошел, но именно в ежедневном борении. То есть, очень такие близкие слова, как бы синонимы, это действовать, бороться, или похожие на это слово, это как бы работать или молиться. Вот именно это слово учит нас, что мы должны очень старательно использовать то, что нам дает Христос. Но вот именно что нужно нам использовать? Как мы можем приблизиться к Богу? Я думаю, мы все понимаем, что мы должны делать как христианин. То есть, мы должны приходить на богослужение, слушать проповедь, читать Библию, может участвовать в служении. И это только некоторые, как бы сказать, вещи, которые мы должны делать. И это находится именно между человеком и Богом. Это наша жизнь и Бог, и по пути к Господу Богу мы должны это делать. И я не хочу сказать, что вот именно делая только это, что я сейчас перечислил, что это уже приведет к тебе Господу Богу, что ты войдешь в эти узкие врата. Понимаете, если бы было написано, что нам абсолютно ничего не надо было делать, а просто сидеть спокойно и тихо, то Христос никогда не сказал бы эти слова, подвизайтесь. Христос говорит грешникам, что придите, покайтесь, верьте, ищите, стучите, трудитесь. Это все слова, которые говорил Христос, когда мы читаем Евангелие, мы находим вот именно эти все слова. И хотя я вижу, что спасение человека, оно полностью от Бога, Господь являет свою милость и по своей благодати спасает его, но я также вижу, что наша погибель, если она, конечно, имеет место в нашей жизни, что это также полностью нашей виной является. Если мы возьмем что-нибудь в этой жизни, что мы хотим достичь, может быть, в нашей жизни, ну там что-то построить, что-то сделать, мы прилагаем немало усилий, чтобы этого достичь. И если вы помните, знаете, есть такая русская пословица, без труда не вытянешь рыбку из пруда. Ну вот она как бы, и очень ее можно перенести в наш духовный мир. Мы никогда не можем побороть этот мир, который нас окружает, в котором господствует сам дьявол, враг душ человеческих дьявол. Мы никогда не можем побороть это без борьбы. Все, что мы достигаем в нашей жизни, как я говорил, если мы что-то хотим сделать, или даже, когда мы ходим в школу, в институт, может быть, на работе работаем, и хотим куда-то продвинуться, или что-то покупаем, мы прилагаем большие старания, это стоит нам больших трудов и достижений. И вот самое главное в жизни, в жизни христианина, это небо, это пребывать с Господом, тоже должно быть достигнуто. Именно не просто вот я буду ничего не делать, и я туда попаду. Христос говорит такие слова, что употребляющий усилие восхищает Царство Небесное. Человек должен подвязаться, чтобы что-то получить. По своей работе, я работаю, покупаю, продаю дома, и вот я так смотрю, иногда кто-то покупает дом очень быстро, посмотрели там 2-3-5 домов и выбрали дом, первый-второй день и купили. А иногда человек смотрит и полгода, пока купит дом. И этот человек имеет право на это делать, но чтобы приобрести что-то, хотя бы дом, я знаю с некоторыми, когда работаю, они это получают от меня сообщение и утром, и в обед, и вечером. И они постоянно сидят и смотрят, какие вышли дома, какие плюсы, минусы. И каждый день смотрят и ищут, пока они не купят дом. И это может пройти, как я говорил, несколько дней, а может быть пройти очень долгое время. Может быть 5-6 месяцев, пока кто-то что-то себе выберет. И в этом процессе этот человек, ну каждый день, он может быть несколько часов в день посвящает этому, чтобы получить это желаемое. Насколько больше в нашей жизни мы должны прилепляться вот к этому небесному. То есть, если мы хотим чего-то достигнуть, мы должны полностью посвящать себя для того, чтобы достичь этого небесного и нетленного. Если слово «подвязайтесь» учит нас тому, что, как бы сказать, в нашем христианстве лень – это большой грех, и это нарушение повеления Господа, то когда мы пренебрегаем своим душой и не предпринимаем никаких усилий, чтобы спастись, то это тоже, как бы, является ленью. И вот если мы хотим что-то достичь в жизни, мы стараемся приложить все свои усилия, мы можем рано вставать, поздно ложиться, долго работать, чтобы мы или наши дети имели успех в чем-то. И также вот в жизни нашей, когда, в духовной жизни, когда мы хотим чего-то достичь, мы должны так поступать. Я вот так подумал на этом примере, что я приводил, если я дом ищу, я точно такой же, когда я себе что-то хочу купить, я много времени трачу. А иногда я так подумал, и Господь меня, как бы, проговорил через этот пример, через эти мысли, которые Он привел мне на сердце, на разум мой, что, ну, ты же так точно поступаешь, ты молишься о своих детях, может быть, какая-то нужда у тебя в доме, и ты помолился, ну, вроде бы, да, я молюсь, там, и общая молитва, и читаем Библию вместе, но этой нужде я, может быть, посвятил 20-30 секунд из моей молитвы. И я хочу уже, чтобы через неделю Господь мне ответил на это. В то же самое время, как Бог мне говорит, когда ты что-то ищешь купить, ты это проводишь часами, в день, и это ищешь, и Бог не осуждает нас за это. Но ты в конце получаешь это, и говоришь, и благодаришь Бога, что, Господи, ты мне помог, и мы просим у Бога, чтобы Бог благословил нас, хотя бы в этой же самой покупке дома. Но сколько мы своих усилий приложили, чтобы это получить. А в духовной жизни получается, что иногда мы делаем все наоборот. Понимаете, Бог не требует от нас, чтобы мы шли и проповедовали, или пели на каких-то больших стадионах, или там евангелизировали большие толпы людей. Если я, может быть, у себя на маленькой группе домашней с волнением буду говорить что-то. Вот. Не нужно что-то такое большое делать, но Господь говорит тем людям, которые уже спаслись, которые верят, что они дети Божии, которые те люди, которые не убивают, не крадут, не прелюбодействуют, не лгут, вот именно о тех, которых сегодня читалось, вот этим людям, Он говорит, подвязайтесь, все равно войти через эти врата. Он хочет, чтобы мы искали Господа Бога круглосуточно, и днем, и вечером, и утром, и ночью, чтобы мы стремились вот именно к этим познаниям Божьих истин. Я где-то слышал такое, что говорили, что если бы каждый христианин приводил к Иисусу Христу хотя бы одну душу в год, то через 20 лет весь земной шар был бы, все были бы христиане. И делаем ли мы все в жизни нашей, чтобы вот это получилось? Понимаете, Сатана не просит сегодня вас идти, или нас идти по стопам, может быть, Каина, или Фараона, или Иуда Искариота, или какого-нибудь еще другого большого грешника. Просто, что нам нужно делать, это сидеть, и ничего не делать. Сидеть, и не подвязаться. И это, вот это является большой праздностью пред Богом, просто ленью. И мы должны остерегаться, чтобы нас не постигло это в жизни. Христос говорил такие слова, что «Сказываю вам, что многие поищут войти и невозмогут». Вот здесь именно эта опасность, что, может быть, придет то время, что уже будет это поздно. И это будет ни одному человеку, ни единичный случай. Он говорит, многие, вот тогда осознают многие, что вот эти все призывы, все проповеди, которые мы слышим, это Слово Божие, которое мы читаем. Но это будет уже слишком поздно. Господь говорит, что «подвязайтесь, войти сквозь тесные врата». Да благословит нас в этом Господь, чтобы мы каждый день просто пересматривали свою жизнь, чтобы мы стремились познавать то, что Господь говорит к нам. Не просто взял, может быть, Библию, почитал и положил, хотя это тоже нужно делать. И, может быть, читать иногда, не исследуя что-то, а просто читать Библию, как Слово Божие. Но, прочитавши Библию, проверять себя, размышлять о том, что Господь хочет нам сказать. Да благословит нас в этом Господь, чтобы нам приходить к Нему, любить Его, служить Ему и не отступать, ни шагу назад, а всегда подвязаться за Господа Бога. Слава Богу. Аминь. Я благодарен Богу, что Господь дал мне возможность сегодня поделиться немножко о том служении, в котором я могу принимать участие. Это миссии Архер, это русское христианское радио, которое когда-то было начато Ярлом Николаевичем Пейсти и его отцом Николаем Ивановичем Пейсти. И вначале там коротенькое видео будет на английском языке, а потом я немножко расскажу, поделюсь на русском, расскажу. Пожалуйста. Prepared in our studio was aired. Since then, the Gospel has become available virtually for all people of the Soviet Union. In those early years, our ministry was based on preaching of Earl Anne Poisty. Today, our studio continues recording programs that introduce the Gospel of Jesus Christ to people. Besides broadcasting on the radio station and internet, many people listen to our programs on CDs, in rehabilitation centers and prisons. we also mail it to subscribers in Ukraine, in Ukraine, Moldova, Baltic states, Belarus, Kazakhstan and other adjacent countries. The magazine is also accompanied by a compact disc with our programs. The electronic version of our programs is also available on our website. together with local churches we established rehabilitation centers for addicted with home of percolibertation where more than a thousand of people have heard the Gospel and successfully completed the program. About one-third of them repented, got baptized and became church members. Eighty ministers for other centers have been prepared during the service of this ministry. Nowadays, there are eight men and women percolibertation centers along with three centers for adaptation. It is a great blessing for us to see people free from sin and glorifying God as a result of the RCR ministry. Since we mainly serve to disadvantaged and underprivileged people, we provide help on a non-profit basis. RCR's ministers operate solely on the nations from Christians. To learn more about the ministry of RCR and its mission, please visit our site at rcrm.org. Вот как я уже сказал, миссия Архер и в свое время это было, называлось русское христианское радио, оно как бы и осталось так и называться, но просто что, как вы все знаете, радио это уже такая, ну почти вещь прошлого, мы уже привыкли, что мы все можем слушать на интернете, но тем не менее это служение продолжается. И как я говорил, что вот началось оно Николаем Ивановичем Пейсти, его девиз на то время, и когда он начинал с сыном своим ярлом, был такой девиз миллионы русских для Христа, то есть тот, кто говорит по-русски, и они как бы первые в своей, вот, одни из первых, кто обратился к русскому народу с проповедью Евангелия через радио. Николай Иванович, он был убежден, что наступит время, когда все русскоговорящие люди будут слышать о Христе. И в то время, когда это был 1946 год, 1946 год, в этом году мы отмечаем как бы юбилей 70-летия, и тогда, в то время, казалось просто как бы несбыточной мечтой или фантастикой, то, что когда-то люди в бывшем Советском Союзе будут слышать все об Иисусе Христе. Вот это мама Ярла Николаевича Христе, может быть, кто-то из вас слышал ее свидетельства, потому что они очень долгое время служили в России, она финка, Николай Иванович, он швед, но вот их сердце было открыто для русского народа, они женились, и они поехали трудиться в Россию, это была еще дореволюционная Россия, там рождались у них дети, двоих детей они там похоронили, вот, но Господь дал эту возможность, эту любовь, сердце служить, служить именно вот русскоговорящему народу, и Бог повел таким путем, что через многие годы они уже приехали в Нью-Йорк, и, как я уже говорил, вот эта семья Пейсти, там вот еще Яр Николаевич маленький, и через многие годы, они уже оказались в 46-м году или чуть-чуть раньше в Нью-Йорке, они начали делать записи, проповеди для русского говорящего или понимающего населения, кто находился в Нью-Йорке, в то время там было около миллиона людей, и уже через год после того они начали вещать с Китой Эквадора на Советский Союз. И вот в то же время они находились и издавали вот такой журнал «Путь веры». И когда в 1947-м году Николай Иванович Пейсти отошел в вечность, то эту миссию радиослужения продолжил его сын Яр Николаевич. Я, конечно, помню, еще хотя бы был небольшой, 10-12 лет, когда мы жили в Белоруссии, я сам в Белоруссии. И мы слышали эти программы, я помню, у дедушки был когда и дома, всегда слышали, была такая программа «Слово жизни». А на то время она передавалась многими радиостанциями, которые находились в разных частях земного шара. Кто-то когда-то лучше с одной слышал, кто-то с другой. И вот многие годы жители Советского Союза слушали эту программу. И также рождались другие программы по радио на то время. И получилось так, вот эти все фотографии я показываю, это просто как бы небольшая история, как оно и шло вот в то время, когда они находились уже через, переезжали по разным странам, где они жили, и в Монте-Карло, и в Швеции были. и уже потом приехавшие в Америку. Обратно же в 80-х годах они в Колорадо как бы основались, и там был и первый дом в своей жизни Иерон Николаевич как бы там построил, потому что так был всегда по квартирах, и все. Вот вместе с сыновьями своими они построили дом. в то время, когда находились эти проповеди и шли на Советский Союз, вот эта фотография, это вот такая бутылка, которую написавший письмо кто-то бросил ее где-то в Прибалтике, и ее через наверное месяцев 10 или сколько кто-то вынял в Швеции, если я не ошибаюсь, хотели выбросить, но потом решили, что надо кого-то найти, они обратились в институт перевода Библии, если я не ошибаюсь, на каком языке это написано, потому что они не знали. И это были те годы, когда очень редко какие-то письма приходили с Советского Союза, и вот это письмо уже попало к Яру Николаевичу где-то через два года после того, как его нашли. Ну это так просто интересно, что Господь именно и таким образом как бы давал ему знать, что его служение не тщетно пред Богом, потому что когда он здесь проповедовал, делал эти записи и ничего не слышно с той стороны, ты не знаешь, доходят твои проповеди туда, слушают люди или нет. Я там смотрел в архивах наших, нашел там телеграмма, была телеграмма, просто кто-то переслал телеграмму, слышно хорошо, и на этом все. Это уже получивший эту телеграмму, как он находился, кажется, в Швеции. Вот это его семья, все десять детей, это еще, я точно не помню, наверное, где-то в 70-е годы, и они все служат Господу, слава Богу. Это уже его семья с внуками немного позже, в 90-х годах. И вот таким образом при жизни еще уже, то, что не исполнилось при жизни Николая Ивановича Пейсти, то уже стало реальностью при жизни Ярла Николаевича Пейсти, что он увидел и узнал, что многие миллионы людей услышали именно весть об Иисусе Христе. И, конечно, только Господу Богу известно, сколько людей обрели спасение, но это не настолько важно, чтобы хвалиться чем-то, что сколько-то людей покаялась. Но он уже тогда знал, что это уже люди слышат о Господе Боге и Господь действует через те проповеди. Это уже фотография, когда он находился в Киеве, если не ошибаюсь, на тысячелетие крещения Руси, делали крещение, вот это он находился со своей женой Пирка. Он был в 88-м году, уже Бог дал эту возможность приезжать. И вот уже в 91-м году мы смогли начать вещать на радио 1. Это вещание уже было по советским каналам, по всей территории Советского Союза. И потом начали выходить программы на станциях Маяк и Юность. И уже пришел, когда распад полностью произошел, тогда центрального такого радио не стало, как бы сказать. Тогда мы начали готовить для региональных станций. И вот это кадры это уже в Москве, когда они были в 90-х годах. И пришло время, что начали проповедовать в тюрьмах. И Ярм Николаевич имел такую возможность бывать в тюрьмах, проповедовать заключенным. Он туда заходил, он там был, с ними вместе кушал вот с одной тарелки, как бы эту Бога открыл Господь эти двери. И вот по таким дорогам добирались, по таким дорогам туда попадали, вот через такие окошки иногда проповедуют и проповедовали в то время, как еще Ярм Николаевич ездил, приходили люди и слушали его. А вот это здесь на этой фотографии сам Ярл Пейсти и его сын Джон и на то время Сергей Якименков был директором нашей миссии в Москве через несколько лет после смерти Ярла Николаевича он тоже отошел к Господу. И вот мы на данный момент уже как бы Бог открывает двери, Он открыл двери не только радиовещанию, мы начали проповедовать в тюрьмах и начали издавать журнал Евангелие за колючей проволокой и также со временем появились дома репцентры вначале для тех, кто освобождался с тюрем, а потом для алко и наркозависимых. И теперь как бы сказать служение РХР это переросло в радио и видео программы в христианский журнал и также в репцентры. И как бы сейчас вместо русского христианского радио эти три буквы они стоят для радио и видео служения, для христианского журнала и для репцентров. И вот наша как бы сказать на данный момент цель является чтобы нам донести эту весть о Господе Иисусе Христе, о Его силе и чтобы люди приходили к Господу Богу. И вот здесь просто несколько написано, что Господь нам дал эту возможность сделать и через вот эти служения я прощелкну через это немножко. Это вот моя поездка была недавно Господь дал возможность быть в России, быть в офисе, это директор нашей миссии в Москве, который находится. И вот это журнал, который мы сейчас издаем, 7000 тираж, 6 раз в год мы его выпускаем и Господь благословляет, мы его рассылаем по тюрьмам, в России почти 1000 тюрем, 996 тюрем и примерно в 700 тюрем наш журнал поступает. Вот это брат Эдик, это вот рассылает он журналы, вот запаковывает так и на почту несколько раз в неделю он отвозит, чтобы разослать эти журналы, идут прямо в тюрьмы, идут к миссионерам, которые несут их в тюрьме, это не то, что этих миссионеров мы содержим, это люди сами жертвуют или церковь помогает и они просто несут в эти тюрьмы этот журнал. Вот это в тюрьме видно тех, кто получает журнал, они читают, получаем очень много писем, которые благодарят за журнал, которые задают разные вопросы и этот журнал также получают люди верующие и мы публикуем эти письма иногда отрывки или просьбы разные в этом журнале и просто люди начинают переписываться и для них это большое благословение для многих заключенных, что не зная их, они просто видят вот эту любовь в Божию, что какой-то человек не зная их, он начинает к ним относиться как бы так лояльно и просто переписывается, общается с ними, научает их. И другое еще, как бы третье уже служение это дома Пирка. Дом Пирка это по имени Ярла Николаевича жены первой, когда она умерла, ей, она по-русски очень мало говорила вообще, она сама финка, но ее сердце было очень расположено, открыто к русскому народу, и когда вот она попала в тюрьму, когда Ярла Николаевич ездил, она говорит, нужно что-то для них сделать, и когда ее похоронили, многие церкви собрали как бы помощь Ярла Николаевича, он эту деньги не захотел взять, он сказал просто, что умерла жена, ее сердце было открыто к русскому народу, особенно к тем, кто находится в тюрьмах, и мы купили первый домик, это был Емва, Республика Коми, первый домик, который стал репцентром для тех, кто выходит из тюрьм, чтобы вышедшие они получили какую-то помощь, могли встать на ноги, определиться в этом мире, чтобы они не просто ушли назад и начали опять по дорогам нечестия ходить. И вот здесь я просто прощелкаю немножко, если вы видите, вот это каждый из центров, это было на начало этого года, было тогда 11 центров, ну не центров, в некоторых центрах есть мужские и женские группы, а в одном центре как бы было там была еще женская группа с детьми. И вот здесь сверху показаны вот это как бы фотографии центров, а здесь группы. Они все, большинство из них вернее находятся уже те, которые для алко- и наркозависимых находятся примерно в 500-700 километров от Москвы, но есть еще вот в Коми, есть в Услабинске несколько центров и Господь также благословляет. Многие из тех, которые проходят через центры, они остаются, чтобы помочь этим центрам каким-то своим служением и Господь таким образом готовит их как бы к следующему этапу в их жизни. Уже 15 лет как вот эти репцентры вокруг Москвы открыты, первый репцент открылся в 2001 году. За это время пришло немножко больше чем 2000 человек и из этих 2000 человек их никто не заставляет там быть. Конечно, есть правила, которыми они должны следовать. Если ты не хочешь следовать, ты туда не поступай, тебя никто не держит. Можешь уйти на следующее утро или через неделю или через два месяца. но из этих 2000 человек, что поступили туда, как бы закончили полностью программу где-то 330 человек, 328, если не ошибаюсь. Из этих 328 человек 280 стали членами церкви, слава Богу. Даже смотреть на те программы, которые проводятся через соцпрограммы государственные, очень мало, там буквально 1% может быть тот, кто освобождается от своих зависимостей. Большинство из них, какими приходят, такими уходят. И вот в этих центрах, вот здесь будет несколько фотографий, там изучение Библии каждый день, молитвенный час, конечно, они там же и уже когда вливаются в жизнь, едят в разные церкви, которые близко находят, трудятся. Мы стараемся делать так, чтобы возле каждого центра была церковь, чтобы они могли иметь тесное общение, пускай даже это церковь, которая никакого не имеет отношения к нам, но чтобы они просто были в таком взаимосвязаны. Они там работают, строят, когда мы что-то достраиваем, сами себе заготавливают дрова на зиму, ну, во-первых, это и дешевле получается, чем покупать или за газ платить, но с другой стороны им есть какая-то работа, что-то делать, чтобы этот период пережить или пройти. Также ездят на разные, проводят мероприятия, это все вот именно фотографии тех, которые вышли с репцентра. А это несколько фотографий тех людей, которые пришли, как они выглядели до и как после репцентра, это через пять, вот это, например, скажем, до, это уже после. Программа пять месяцев реабилитации, три месяца адаптации. Адаптация, это когда уже мы стараемся, чтобы они научились что-то делать, как-то могли зарабатывать деньги, присоединиться к какой-то церкви, уже имели как бы опору в этой жизни, чтобы у них был тот человек или та церковь, которая могла им помогать. И Господь меняет таким образом и женщин, и мужчин, и они приходят к Богу. Также делаем такие, как бы лагеря или слеты реабилитантов и вот в этом месте это Орловская область. Было время, мы сделали там года два и потом там или мэр или кто там он был того города, он просто не хотел, чтобы мы там больше делали. Мы начали молиться, конечно, к сожалению, это его как бы души, но его просто не стало через несколько месяцев. Это, конечно, милость Божия была явлена для нас, я не знаю, как он ушел в тот мир, не примирившись с Богом, конечно, но Господь просто являет вот милость и уже вот такие мы, приезжает столько людей на эти встречи, где они просто делятся о том, что Господь сделал. И, конечно, из тех людей вот, у нас много этих фотографий было, мы сидели, хотел несколько добавить, но очень много это вот из тех мужчин и женщин, парней и девушек вот создаются семьи, и Бог благословляет. Вот это Дима Гусев, его семья, он является координатором репцентров, он 15 лет пришел в один из этих репцентров и сейчас он является уже пастырем церкви. Слава Богу! Вот это все новые семьи, у них есть дети, и Бог благословляет. И я хотел бы, конечно, чтобы вы нас молились, чтобы вы молились о том, чтобы Господь, чтобы через это служение, которое вложил в сердце Ярлу Николаевичу и его отцу Господь 70 лет назад, чтобы оно продолжалось, чтобы это свидетельство и Слово Божие для русскоговорящего народа оно звучало. Это наш совет миссии здесь в Америке, в него входит 10 человек на данный момент, это вот несколько недель назад мы имели эту встречу. и также, как уже там видео говорилось, вы можете слушать наши программы, наши записи, есть и видеозаписи свидетельств тех людей, которые пришли к Богу, rcr.ru это наш веб-сайт, где по-русски говорится, у меня там будет информация, вы можете подойти и взять наши такие новостные письма, там будет вся информация, где вы можете просмотреть, может кто захочет поддерживать или финансово, или даже может туда кто-то захочет поехать, можно поехать что-то помочь строить, а может просто заехать даже в тот же репцент и с теми парнями или девушками поделиться, не нужно какую-то большую проповедь быть или каким-то большим проповедником, просто поделиться о том, как вы вырастили свою семью, как вы находитесь в своей семье и что вы делаете, потому что это те люди, которые пришли с тех семей, которые были неблагоустроенные, многие из них начали свои семьи и теперь они хотят наладить вот эти отношения своими, может быть, с супругами бывшими, если это еще возможно, ну хотя бы с детьми и можно просто приехать им рассказать, как это возможно сделать. я по пути сюда возле Линкольна только вспомнил, что я не взял с собой календари на семнадцатый год, которые мы приготовили и я вот меня есть это было в формате PDF, я не знаю или получится у них показать, в этих календарях там просто отрывки и фотографии из жизни Ярла Николаевича Пейсти и цитаты из его или отрывки его проповедей и если вы хотели бы приобрести, если вы хотите поддержать хотя бы через это наше служение, вы можете меня сделать заказ оплатить и я вот заеду и завтра я вышлю сразу сюда брату Ваня он уже в следующее воскресенье вам раздаст. Не получается с календарем ничего? Нет? Ну хорошо, тогда пусть вас Бог благословит спасибо за то, что вы дали эту возможность рассказать и молитесь пожалуйста на нашем служении да благословит вас Господь. спасибо за просмотр!